Стадо гирифордов на полях Багратского и Ширинского районов сразу захватило взгляд гостей форума. Племенной работой в Солнском начали заниматься ещё в 60-х годах, когда эта порода была завезена в Хакасию из Канады. И таким коровам не страшны ни морозы, ни жара. Они содержатся под так называемому холодному методу на открытом воздухе. А мясо мраморное за счёт жировой прослойки в мякоти говядины, которая и даёт своеобразный узор. Сейчас в хозяйстве больше тысячи голов. Гирифорда Солнского пользуются большим спросом. Животных закупают ежегодно фермеры из ближнего зарубежья. Понятно, почему представители сферы сельского хозяйства начали активное обсуждение очередного обмена или закупа. Я знаю, что некоторые наши примененные хозяйства начинались со Сона. Я давно это хозяйство знаю. Видал скота. Я от кормочного скота и дал. Вот маточное смотрим. Прекрасный скот. Канадцы оценили на отличное стадо. А на животноводческом комплексе в Целинном фермеров и агрономов интересовало уже молочное производство. Предприятие рассчитано больше, чем на тысячу голов с учётом коровника, современного водоильного зала и родильного отделения. В России таких комплексов всего четыре. Весь процесс автоматизирован. В Целинном отдают предпочтение сементальской породе коров. Стадо большое больше двух тысяч голов. Выгода в том, что за короткое время сементалки способны набирать очень много веса, а также давать большое количество молока. В России порода весьма популярна и рентабельна. Я учёный-солюционер. Постоянно провожу научные эксперименты на базе нескольких предприятий нашей республики. В том числе на базе крестьянско-фермерского хозяйства. И некоторые руководители меня попросили узнать стоимость молотника. Сейчас идёт вопрос наращивать темпы по производству молока и молочных продуктов. И наши фермеры, и руководители, все госпредприятия, в том числе и племенных хозяйствах, заинтересованы в этом вопросе. Участникам форума показали успешные предприятия, которые задействованы в агропромышленном комплексе Хакасии. Катерина Ярушина, Юлия Константинова, Владислав Пустовойт, РТС.